Эти кадры сняты на видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле. Несколько минут инспекторы ДПС гонялись за пьяным нарушителем по Самарским улицам. В итоге поймали. А вот наткнулись на нетрезвого водителя активисты ночного патруля. Общественному движению нет еще и года, а с его помощью уже задержаны более 15 тысяч любителей ездить за рулем под градусом. Реализация алкогольной продукции подразумевает наличие лицензии. Она отдается на реализацию и также на хранение. На этих кадрах борьбу за трезвое общество и законный бизнес совместно с полицейскими ведут уже активисты народного контроля. В киоске на заводском шоссе незаконно торговали алкоголем, да еще и хранили на складах сотни литров контрафакта. В 2015 году с помощью общественников из незаконного оборота изъяли более 50 тонн спиртного. А на охрану улиц вместе с полицейскими встали более 6 тысяч народных дружинников. Это огромная многотысячная армия гражданского населения, которая выполняет самую важную, одну из важнейших миссий – обеспечение безопасности. Мы не видим своей работы без участия гражданского общества. На встрече с журналистами генерал Солодовников прокомментировал и работу отдела собственной безопасности областного главка. Совместно с наркополицейскими в Красноглинском районе они задержали участкового. У него нашли более полутора граммов кокаина. Причем в момент ареста 32-летний мужчина находился в наркотическом опьянении. Немедленно таких людей увольняем из органов внутренних дел. Согласитесь, 16 тысяч сотрудников органов внутренних дел Самарского губерния – это огромная армия. И вопросы воспитания, и прихода на службу, и отбора кадров. Ну, есть ошибки при приеме. Значит, не доработали кадровый аппарат при приеме на службу. Теперь делом участкового наркомана будет заниматься Следственный комитет. А вот среди общественников оборотней не находили. За содействие полиции лучших поощрили почетными грамотами. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.